Ну а к нам в студию гостья заползла на огонек, символ наступающего года и, кстати, один из вариантов, пускай и не бюджетного, но такого вот оригинального подарка. Да уж, многие пытаются сригинальничать. В зоомагазинах на присмыкающихся ажиотажный спрос. Хотя так недолго и подложить свинью в змеиный год. Да, хлопот с таким подарочком действительно не оберешься. Хочешь взять понянчиться? Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз, Паша, спасибо. Через 12 лет. Да, через 12 лет. Хотя немало тех, кто и сам мечтает пригреть змею на груди, не боясь задохнуться в ее объятиях. Ну а возможно, кто-то для себя уже решил, мол, сам в новом году гадом буду. Таким встречать год черной водяной змеи советуют в черном, синим или зеленом. Крой классический, платье, конечно, лучше обтягивающее. Ну а на праздничный стол можно поставить кролика, ведь змей этих животных просто обожают. Что лучше, змея в руках или змей в небе? Посмотрим, кстати, в чем встречает Новый год Дарья Манухина. У Глафиры перед Новым годом плотный рабочий график. С первых дней декабря удав крутится, как уж на сковородке. На корпоративах и утренниках змейку ждут больше, чем деда Мороза с внучкой. Дайте, дайте, зайдите! Глаши на всех хватит. Она больше двух метров в длину и очень ласковая, уверяют хозяева. Готова каждого сомкнуть в объятиях. Правда, шоу со змейкой порой бывают опасны для самой же рептилии. Ее пытаются съесть, открывают рот, засовывают. В зоомагазинах покупатели змейкой вьются. Самых дешевых маисовых полозов разобрались задолго до Нового года. Змееныши продавали за полторы тысячи рублей. Малыши-удавы, к примеру, стоят в четыре раза дороже. Но и они на прилавках не залеживаются. У нас одна девушка даже купила и ходила с ним в кино. В кино? В кино. Нет, она на руку садила змейку, она как браслет у нее садилась, и она спокойно шла в кино. Не всякая змея может считать себя символом года, говорят зоологи. 2013-й пройдет под знаком водяной. К таким относят немногие виды. Это у нас парагвайская анаконда. Ее можно отнести к водяным змеям, потому что большую часть времени анаконды проводят в воде, охотятся в воде. Анаконда – самая тяжелая в мире змея. Она может вытянуться на 9 метров и потяжелеть до 130 килограммов. По сравнению с такой тигровый питон Анжела – просто пушинка. Опа, 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 тихо, 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 тихо. Ее вес всего 80 кило, но даже с такой худышкой с трудом управляются три человека. И для новичков, и для опытных змееводов – это весомый аргумент, чтобы отказаться заводить такое животное дома и любоваться им только через стекло зверинцев. В городском зоопарке года-года посетители выбирали голосование. Самый высокий процент набрал зеленый питон Хондрик. Избиратели признаются – голоса отдавали за окрас в надежде, что и будущий год будет таким же ярким и красочным, как его символ. Астрологи же советуют ориентироваться больше на змеиный характер. Змея какая? Она все-таки внутренне мудрая. Всегда. То есть действия, которые мы должны совершать в этом году, а их должно быть достаточно много, год активный должен быть, они должны быть осмотрительные. Чтобы лучше понять характер змеи, можно попробовать влезть в ее шкуру. Костюмы рептилии очень популярны в карнавальном прокате. Разбирают и маски, и ростовых кукол. Змея Артема в уходе непривередлив. Все, что ему требуется – ветер посильнее. Самое главное – нужно обязательно за ним следить, чтобы он не терял свою высоту. Вовремя его поддергивать. На воздушных рептилий тоже повысился спрос. Хит-сезона – конструкция в форме ковры. Такие разбирают в основном на подарки. Для многих тряпичный змей в небе точно лучше. Настоящего в руках. Даня Манухина, Антон Лимонов, Алексей Богданов. Новости 41-го канала.